Мы с вами знаем, что в 2020 году был принят 248 федеральный закон о государственном и муниципальном контроле надзоре. В полном объеме, с заключением одной статьи, он вступил в силу с 1 марта 2022 года. В рамках правового регулирования этого закона есть целая глава, профилактические мероприятия, которые направлены на то, чтобы предупредить возможное посекательство на храняемые законным ценности и интересам. Среди мероприятий есть и так называемый профилактический визит. В текущем 2022 году правительство определило с учетом ситуации особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий. Поскольку закон новый, мероприятия новые, ограничения новые, то посетители нашего портала стали появляться вопросы, связанные с профилактическим визитом Рудрофнадзора. Поскольку они не первые, эти вопросы, вот я их озвучу как один из поступлений. У нашего территориального управления Рудрофнадзора есть новая фишка. Приходят с профилактическим визитом. Что же это такое? Можно ли ли не пускать инспекторов Рудрофнадзора? И могут ли они в ходе визита выявлять нарушения, выписывать протоколы, штрафы, предписания? Ну и конечно, можно ли их не допускать инспекторов на территорию субъекта медицинской деятельности? Поскольку это сфера административных правоотношений, то я решил передрисовать вопрос эксперту нашего портала, который специализируется в том числе в административных правоотношениях. Кто бы это был? Конечно же, это Дмитрий Гаганов, юрисконсуль АСАД, организатор здравоохранения в онкологии из Санкт-Петербурга, которого я пригласил для профессионального общения в рамках рубрики «Экспертное мнение». Дмитрий, доброе утро! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие наши, уважаемые коллеги! Дмитрий, мое вступление вот такое достаточно длительное, вы слышали, 100% этот вопрос не только интересует этого обратившегося, скорее всего, такая проблематичная ситуация в голове остальных руководителей медицинских организаций. Давайте с помощью ваших профессиональных знаний просветим, что есть профилактический визит, какую угрозу он несет, какие особенности в 2022 году и некие иные дополнения, которые вы можете дать в рамках рубрики «Экспертное мнение». Слушаю вас! Благодарю за предоставленную возможность. Я сосредоточусь прежде всего на угрозах, поскольку нас слушают и коллеги юрисконсульта медицинских организаций, возможно, что главврачи, может быть, и заместители, чтобы они понимали, следующая ситуация изменилась очень серьезно. Как сказал мой уважаемый коллега, федеральный закон 248 ФЗ вступил в силу, но ухватим, так сказать, сразу контрольно-надзорного БК за рога. Ну, несомненно, этот вопрос, и не один вопрос, я думаю, что в разных формулировках он нацелен на одно и то же, на выяснение одних и тех же обстоятельств, основан на некоторых отрицательных ожиданиях от складывающейся на наших глазах административной практики от территориальных управлений Росздравнадзора. Ну, к сожалению, порадовать я вас, уважаемые коллеги, не могу, но буду исходить из принципа «кто проинформирован, тот вооружен». После анализа правительственных актов, а у нас это постановление правительства номер 336 от 10 марта сего года, вот этим органам административной юстиции был дан большой простор, с учетом положения, конечно же, о госконтроле, то есть при выстраивании линии защиты, я немножко еще остановлюсь, на выстраивании линии защиты, потому что, наверное, это самое главное, что вы хотите услышать. Надо учитывать эти положения о государственном контроле в области здравоохранения, раздел «Профилактический визит». Там указаны полномочия как раз этого органа административной юстиции при проведении данного профилактического мероприятия. Но постановление номер 336 установило особенности контрольно-надзорных мероприятий на период моратория. У нас сейчас период моратория на плановые проверки, но дьявол кроется в деталях. Контрольно-надзорный орган, либо орган контроля, праве осуществлять профилактический визит вместо планового контрольно-надзорного мероприятия, либо плановой проверки, проводимой в соответствии с пунктом 2, вот этого постановления номер 336. И какой вывод мы из этого делаем? Что профилактический визит не относится к контрольно-надзорным мероприятиям, что влечет определенные последствия и влияет на изменение классической линии защиты, когда вы являетесь лицом, в отношении которого открыто производство по делу об административном правонарушении. Итак, поскольку профилактический визит не отнесен к контрольно-надзорным мероприятиям на период моратория в соответствии с постановлением правительства номер 36-336, то контрольно-надзорный орган по результатам профилактического визита имеет право, причем обратите внимание, что пункт 9 статьи 52 федерального закона номер 248 ФЗ, о котором упомянул мой уважаемый коллега, здесь не применяется, где как раз написано об обнаружении предполагаемого или уже возникшего ущерба охраняемым законным ценностям. Так вот, контрольно-надзорный орган во время проведения профилактического и визита имеет право составить протокол об административном правонарушении. Причем действует здесь норма более высокого иерархического порядка. Это глава 28 Кодекса об административных правонарушениях. Это называется непосредственное обнаружение. Пункт 1, часть 1, статья 28.1 Капаров. Достаточные данные, часть 3, статья 28.1 Капаров. Уважаемые коллеги, не случайно я так тщательно говорю про пункты части этих статей. Это ваша линия защиты. Помним о том, что 294 ФЗ о защите прав при проведении контрольно-надзорных мероприятий не будет работать в данном случае, поскольку профилактический визит не отнесен к контрольно-надзорным мероприятиям. Ну, также обратите внимание, что органы административной юстиции, в нашем случае Центрального управления Росздравнадзора, имеет право не применять примечание к статье 28.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о том, что надо дожидаться окончания проверки, поскольку профилактический визит не отнесен к контрольно-надзорным мероприятиям. Соответственно, и, как я сказал выше, вот этот вот пункт 9 статьи 52 тоже не применяется в данном случае. У нас над всем главенствует КОАП РФ, несмотря на то, что у нас 248 ФЗ вступил в силу. Относительно линий защиты я уже сказал, но и на уровне нашего высшего судебного органа, Верховного суда, ну, к сожалению, тоже порадовать нечем. Уже сформировалась практика о том, что 248 ФЗ в определенных случаях можно не применять, ограничиваясь Кодексом об административном правонарушениях. А у нас здесь, как я сказал выше, непосредственное обнаружение и достаточные данные и неприменение примечаний к статье 28.1. Это постановление Верховного суда номер 5, ДФИС АД-21, ДФИС 88К2. И, что особенно важно, относительно частных медицинских и юридических лиц, это номер 5, ДФИС АД-21, ДФИС 44К2. Это частная медицинская организация Виртус Клиник, где как раз описывается о том, что 248 ФЗ можно не применять. Относительно того, можно ли запереться ключом и инспекторов не пускать, а на телефонные звонки не отвечать, сказать, что у нас кварцевание не получится никак. Вы не можете отказаться от профилактического визита. Это как раз следует из постановления правительства номер 336. Вот так вот. Надлежащее уведомление, конечно же, там должно быть за 5 дней. Отличайте от инспекционного визита. Ну и выстраивание линии защиты, конечно же, имеет свои тонкости. Как я сказал выше, с учетом положения государственного контроля, на основании которых действует территориальное управление Росздравнадзора даже вне контрольно-надзорных мероприятий. Как я сказал, что профилактический визит не является в данном случае контрольно-надзорным мероприятием. Вот что я хотел бы сказать. Дмитрий, давайте я подытожу. Плановых проверок нет. Нет. Запрещены. Да. Но профилактические визиты Росздравнадзор совершать может. Отказаться нельзя. Нельзя. Если при профилактическом визите опытный взгляд инспектора Росздравнадзора обнаружит фактические отклонения от лицензионных требований, несмотря на то, что это не инспекционный визит, все это может перерасти в конечном итоге в составление протокола об административном правонарушении. Поэтому, несмотря на отсутствие плановых проверок, мы с Дмитрием рекомендуем продолжать соблюдать лицензионные требования, которые установлены постановлением правительства. И встречать с улыбками представителей территориальных управлений Росздравнадзора, которые, посетив вас, тоже себя поставят в галочку. Свою работу они в полном объеме выполнили. Правильно, Дмитрий? Абсолютно согласен. Четко и по существу. Желаем, чтобы все профилактические визиты в медицинские организации, государственные, муниципальные, частные системы здравоохранения ограничивались лишь рассказами инспекторов Росздравнадзора о том, какие существуют требования и как их нужно соблюдать без перерастания в составление протокола. Дмитрий, спасибо за консультацию и до следующей встречи в рамках нашего профессионального общения. Всего доброго, уважаемые коллеги. Желаю вам, чтобы профилактический визит, присоединяясь к своему коллеге, не заканчивался непосредственным обнаружением и выявлением достаточных данных, свидетельствующих о наличии состава административного правонарушения. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok